Книга «Открытым окон», том 18. Вопрос 3267. Тема «Жития». Если смотреть по житиям святых с I века, то какие шансы были на то, чтобы мусульманство не зародилось, не распространилось, не угрожало теперь всему миру и всему христианству? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин, «Мне удалось начитать на пленке все 12 томов «Жития святых» по Дмитрию Ростовскому и по настольным книгам 1173 «Жития», считая за одно житие, хотя бы в этом житии было и несколько тысяч мучеников. Поэтому ту статистику, какую выдаю, не каждому и не сходу удастся иметь под рукой, начитывав только те жития, которые по объему занимают место не менее полстраницы. Здесь рассмотрим только 1131 житие, но нам вполне уже можно будет понять, что мы никогда не были способны предупредить за рождение мусульманства, не имеем никаких шансов не дать возможности распространяться им, и мы можем только по-христиански умереть от их мечей. Магомед родился в 570 году. За эти пять веков христианство ушло далеко от первоапостольского огня и ревности к проповеди. К распространению вести о спасении крови Христовой все силы уходили в монастыри, в послушание, созерцание, в бессердевство, в тонкие монашеские сны, видения, чудотворения, на борьбу за бесноватых, строили кельи, резали умерших своих на мощи, и главное – исповедь и причащение. И чем чаще, тем лучше. Не к миру пошли с проповедью Евангелия, а повернули людей к себе за поиском здоровья и утешения. К себе и только к себе. Река повернула вспять. Арабы, среди которых зародится мусульманство, были данниками Византии. И за шесть столетий туда не был послан ни один проповедник. Ни один. Шесть столетий проспали. Христос умер примерно в 33 году. Мухаммад умер в 632 году. Ровно шесть веков луч любви не проникал в пустыне, где готовилось нечто новое, страшное и беспощадное для христиан. Считаю, что возникновение мусульманства было промыслительным, чтобы смести все византийское гнилье и все начать сначала. Перечислим самых популярных святых по векам после смерти Мухаммада Магомета. 12 ноября. Иоанн Милостивый. Патриарх Александрийский. Житие. 23 страницы. 620 год. Ни слова о беде. 21 января. Максим Исповедник. 662 год. Указаны даты смерти. И все по старому стилю. 36 страниц. Ни слова. Герой-подвижник сражается за иконы. Он совершенно не чувствует беды из песков. 4 декабря. Иоанн Дамаскин. 780 год. 20 страниц. Узнаем, что Антихрист уже закрепился. Иоанн только говорит, но сидит на своем месте и рвется подальше. От окаянных агарян в монастырь. Поведение самых знаменитых святых – это зеркало положения в церкви. Не звука о проповеди. О том, чтобы донести благую весть до окаянных многоженцев. Думает только о чудесах. Как Бог будет спасать от сарацин. И главное – иконы защитить. Победить льва и саврянина, капронима и прошлых еретиков клясть. Изобретает новые молитвы. Истязает себя и душит в монастырях послушанием своей воли. Воли невозрожденных старцев. 28 ноября. Стефан Новый, 767 год. 41 страница. Объем жития. Борьба за иконы. Петр Афонский, 12 июня. 734 год. 16 страниц. Пленен вырвался и забился в горы, поражая ум нашедших его своим ошельничеством. 11 ноября. Феодор Студит, 826 год. 32 страницы. Как будто и не слышал про Магометан. И, наконец-то, первый дискус с Магометанами. 11 мая. Кирилл, 869 год. И Мефодий, 885 год. 52 страницы. Вот на что обращали свои силы православные в веках. Когда уже мир склонялся под знамена Мухаммада. Андрей Юродивый, 2 октября. 836 год. 52 страницы. 26 марта. Василий Новый. 944 год. 51 страница. О мытарствах. Первый век. 74 жития. Второй. 61. Третий. 151. Четвертый. 277. Пятый. 88. Шестой. 65. Седьмой. 34. Восьмой. 44. Девятый. 67. Десятый. 32. Жития. 11. 22. 12. 33. 13. 20. 14. 39. 15. 35. 16. 40. 17. 30. 18. 15. 19. 4. Итого 1131. И не в одном из 1131 жития нет даже полслова, что нужно идти на благовестие, и не одним братьям Кириллу и Мефодию, а тысячам монахов, не связанных ничем, кроме человеческих выдумок, греховных монашеских обетов. 2. 2 Коринфянам 10.16. Так, чтобы и дали вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым к чужому деле. Деяние 8.12. Но когда поверили Филиппу, благовествовавшему о Царстве Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. 1 Коринфянам 1.17. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не при мудрости Слова, чтобы не упразднить Креста Христова. Псалом 55.11. В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его.